Вопрос на миллион долларов. Когда твои любимые альткоины начнут взрываться, а весь альткоин рынок начнет создавать миллионеров буквально за ночь? Сегодня мы с тобой посмотрим на факты и графики. И к счастью для нас есть один паттерн, который повторяется всю историю существования биткоина. Всем привет, дамы и господа. Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на криптоканал, лишенный всяческой рекламы, спонсоров и проплаченных акций продвижения. Здесь мы лишь говорим о всех важных событиях в мире криптовалюты и экономики. Поэтому подпишись на канал. Взгляни на этот график. Как мы видим, биткоины и альткоины как власть и оппозиция. На протяжении года или двух при власти находится биткоин. Затем альткоины также берут власть на себя на один или два года. После этого опять биткоин начинает доминировать на протяжении года-двух, по истечению которых власть снова переходит в руки альткоинов. И сейчас мы находимся в моменте, когда власть вот-вот перейдет от биткоина к альткоинам. Это означает, что твои любимые альткоины взорвутся. И взорвутся так, что за неделю твой портфель увеличится в десятки раз. Это 2017 год. Биткоин стоил 1200 долларов. Эфириум 23 доллара. Почему это примечательно? Потому что это та же фаза, в которой мы находимся сейчас. Эта фаза закончилась тем, что биткоин взлетел до 13900 долларов, а эфириум до 700. Это и был переход власти от биткоина к альткоинам. А это 2021 год. Вот этот диапазон цен это та же фаза, в которой мы находимся сейчас. И по завершении этой фазы биткоин вырос с 15 тысяч до 58 тысяч долларов. Эфириум с 447 долларов до 4000 долларов. И даже XRP с 20 центов до 1 доллара. Все это значит, что у нас есть четкий и очевидный паттерн, который происходит прямо перед альткоин сезоном. Это исторический график доминирования разных криптовалют. Синим обозначено доминирование биткоина, зеленым эфириума, бинанскоина, оранжевым и так далее. В начале 2016 года доминирование биткоина составляло 90%, что уже невероятный показатель. Это означает, что 90% денег на крипторынке сидело в биткоине, и только 10% было распределено между альткоинами. Что же происходит сейчас? Доминирование биткоина 52%, что все равно еще очень-очень высокий показатель. Почему? Потому что биткоин доминирует уже около двух лет. И если мы посмотрим на рыночные циклы, то увидим, что они постоянно повторяют одни и те же вещи. Как только мы достигаем пика рыночного цикла, а цены начинают переходить в медвежий рынок, люди продают свои альткоины и перемещаются либо в стейблкоины, либо в биткоин. Так как биткоин менее волатилен, чем альткоин, и потому более стабилен. Поскольку люди это делают, биткоин набирает силу в плане доминирования. И чем больше и дольше падает рынок, тем сильнее растет доминирование биткоина. Вот почему альткоины просаживаются гораздо глубже биткоина, так как люди просто-напросто выходят из этих сумасшедших альткоинов во что-то более стабильное. Вот почему, кстати, доминирование крупнейшего стейблкоина тезера USDT растет во время медвежьих рынков и падает во время бычьих. Но затем мы достигаем дна медвежьего рынка. Когда мы переходим в первую фазу бычьего рынка после прохождения дна рынка, люди все еще находятся в состоянии отрицания. Их эмоции все еще очень свежи из-за пережитого ужаса, когда альткоины потеряли тонны денег вплоть до 95-99% падения. Поэтому им все еще страшно. Именно поэтому и на дне рынка, и в первой фазе нового цикла биткоин все еще удерживает власть и доминирование. Точно так же, как и во второй фазе уже бычьего рынка. Почему? Люди все еще не верят, что это бычий рынок. Память о затяжном и кровавом медвежьем рынке все еще свежа и сильна. И они еще не хотят покупать альткоины, которые нанесли им такую травму во время медвежьего рынка. Но как раз во второй фазе сжатая пружина готова разжаться. И затем рынок переходит в третью фазу. Вот где начинается самое интересное. И на это сейчас стоит обратить свое внимание. Потому что мы находимся в третьей фазе рынка прямо сейчас. И что происходит в этой фазе? Биткоин тестирует предыдущий исторический пик. Вот в 2013 году третья фаза была фазой, когда биткоин долго бился головой об прошлый исторический пик. И едва ли смог установить новую, самую высокую цену в истории. 2017 год. Третья фаза. Биткоин долго прыгал около отметок старого исторического пика. И с трудом установил новый исторический максимум цены. 2021 год. Третья фаза. Биткоин также долго и с трудом устанавливал новый all-time high. И что происходило в этом цикле? В этой третьей фазе этого бычьего цикла? Биткоин также прыгает туда-сюда около старого исторического пика. Мы с большим трудом установили новый пик цены. Все то же самое, что и было раньше. И что же произойдет дальше? Давай отправимся в путешествие по 2017 году. В этот момент, отмеченный красной стрелкой. Вот на этом графике. Это исторические данные на CoinMarketCap. И если хочешь изучить их самостоятельно, просто перейди на вкладку «Исторические снимки». На этой странице ты сможешь увидеть все доступные исторические даты, дни и месяцы. Вернемся в прошлое. Это 12 марта 2017 года. Исходя из этого графика, мы понимаем, что это была третья фаза бычьего рынка. Давай попробуем понять, что делали альткоины в этот момент и после него. И помним, что сейчас мы находимся в точно таком же моменте. Сейчас мы находимся в третьей фазе рынка. И это скриншот третьей фазы рынка из 2017 года. Биткоин стоил 1200 долларов. Эйфир 23 доллара. В топ-5 альткоинов входили Dash и Monero. XRP стоил 0,006 доллара. Лайткоин был в топ-10. Дагикоин стоил очень много нулей и 22. И занимал 16 место на CoinMarketCap. Вот что было в третьей фазе бычьего рынка тогда. И вот что произошло дальше. Биткоин взлетел до 13 900 долларов. Эфириум до 700. Биткоин кэш появился из ниоткуда. И влетел в топ-3 крупнейших криптовалюты мира. Лайткоин вырос до 275 долларов. Даже XRP вырос до 1 доллара. Заметь, с 0,006 доллара до 1 доллара. Ты видишь, как изменился топ-10 криптовалют на пике рыночного цикла по сравнению с третьей фазой бычьего цикла. Кроме этого, ты заметил, что йоты и кардана не было в топ-10 в третьей фазе бычьего рынка 2017. А затем бум. И они уже вот здесь. Включая биткоин кэш. 15 ноября 2020 года. Почему именно эта дата? Потому что это третья фаза того рыночного цикла в 2020. Биткоин только что сумел достигнуть отметок предыдущего пика. И многие люди уже начали задаваться вопросами про альткоин сезон. Что было в той третьей фазе бычьего рынка. Биткоин торговался на отметке около 16 тысяч долларов. Эфириум стоил 450 долларов. XRP 26 центов. Биткоин кэш выпал из пяти крупнейших криптовалют. Лайткоин наоборот держался около 62 долларов. Бинанскоин 27 долларов. Кардана около 10 центов. Вот как выглядела картина в третьей фазе бычьего рынка в 2020 году. Прямо перед тем, как случился большой взрыв. Но как выглядел этот топ-10 не в третьей фазе бычьего рынка. А на пике всего рыночного цикла. Эфириум более 4 тысяч долларов. Бинанскоин стал третьей крупнейшей монетой. Посмотри на третью фазу того бычьего рынка. Бинанскоин был только на восьмом месте. Но затем с восьмого места монета переместилась на третью позицию. Во время бума альткоинов. Солана на пятом месте. Хотя еще в третьей фазе рынка ее даже на радаре не было. Ты видишь, что движения цены альткоинов были взрывными. Многие монеты взлетали так сильно, что поднимались в рейтинге на множество ступеней. Речь идет даже не о двух и даже не о трех иксах. Большое количество альткоинов за короткий период времени взорвались так сильно, что изменили многие жизни. И все это произошло в фазе номер 4 после третьей фазы бычьего рынка. Сдвиг импульса на рынке произошел между третьей и четвертой фазами. Давай для лучшего понимания быстро пробежимся по всем бычьим рынкам биткоина. Вот эти красные стрелки отображают то, где находилась третья фаза бычьего рынка. И мы сейчас находимся в такой же фазе. И это та самая фаза, которая заканчивается сдвигом импульса. Сдвигом рынка. Называй как хочешь. Почему именно в конце этой фазы происходил сдвиг сознания инвесторов? Отметь последовательность событий и как они влияли на инвесторов в каждом цикле. Сначала мы достигли исторического пика рыночного цикла, на котором, к сожалению, покупало большинство людей, провоцируя blow of top. Вот такие огромные, высочезные зеленые свечи. Затем цены начинают падать и переходят в медвежий рынок. Люди бегут из альткоинов либо в стейблкоины, либо в биткоин. Потому что биткоин менее волатилен. И когда альта падает на 99%, биткоин может потерять всего 60%. Кроме того, люди больше уверены в том, что после падения именно биткоин отрастет, а не какой-то рискованный альткоин. Именно потому, что инвесторы бегут из альты в биткоин в этой фазе, альткоины очень сильно истекают кровью. Затем мы достигаем дна медвежьего рынка. На улице все еще очень много крови. Большинство людей, к сожалению, продают все больше и больше и больше всего около дна. Затем начинается первая фаза бычьего рынка. Но большинство людей все еще ее боятся. Никто не покупает альткоины в фазе номер один, так как память о кровопролитии на рынке еще очень свежа. Вторая фаза бычьего рынка также в основном игнорируется. Люди все еще очень напуганы. Людям все еще снятся ночные кошмары из-за того, как сильно обвалились их альткоины. По ночам они просыпаются в холодном поту. Я сделал так много денег на моих альткоинах. А затем все это богатство просто исчезло на моих глазах. Правда, некоторые люди все еще держат альткоины, надеясь, что они восстановятся хотя бы в безубыток. Но таких людей меньшинство, поэтому сдвига импульса на рынке все еще нет. Это видно на графиках. Посмотри, биткоин был при власти около двух лет. Только затем альткоины перехватили ее также на срок около двух лет. Затем снова биткоин, снова альткоин. И такая ротация происходит снова и снова. Если посмотреть на вершину цикла вот здесь, то мы видим, что альткоины начали действительно отдавать доминирование биткоину в конце 2022-го. Власть перешла к биткоину. Мы видим, что его доминирование в конце 2022-го составляло около 40%, а сейчас более 50%. В течение всего 2023 года альткоины были просто уничтожены. Все выводили оттуда свои деньги из-за страха. Это спровоцировало огромный эффект домино. И с тех пор биткоин действительно находится у власти, забирая все большую долю доминирования с рынка. Но это скоро изменится. Практически два года царствования биткоина подходят к завершению. Когда люди переходят в третью фазу, они начинают просыпаться. Именно тогда в воздухе появляется небольшое волнение насчет альткоинов, ведь биткоин уже преодолел исторический пик, а альткоины еще нет. Это третья фаза, в которой мы находимся. И это может быть незаметно, но во время этой фазы альткоины растут в два раза. Например, наш экспериментальный публичный портфель вырос с 1500 долларов до практически 3500 долларов. И на пике его стоимость пыталась приблизиться даже к 4000 долларам. Вот почему я показываю тебе эти графики. Сейчас мы находимся в третьей фазе, и в воздухе начинает витать шумиха от сезонья альткоинов. Но когда он действительно начнется? Мы должны смотреть на графики и сохранять спокойствие. Настрой свой график в TradingView, открой уровни коррекции Fibonacci и растяни сетку от пика цикла до его дна. Сделай это на логарифмическом месячном графике биткоина с вот такими настройками. Вот зачем ты должен следить за этим. Вот когда альткоин сезон начнется. Он начнется, когда уже никто не ждет. Когда все разочаруются в своем ожидании. И он шокирует весь мир. Вот когда твои любимые альткоины начнут взрываться так же, как это было в 17 и 21. И в данный момент третья фаза бычьего рынка выглядит так. Биткоин по-прежнему лидер. Эфир по-прежнему номер два. Но после выхода из третьей фазы и взрывного движения, что за ней последует, в топ-10 появится несколько новичков, которых раньше даже не было в топ-15. Будут альткоины, которые абсолютно взорвутся во время этого цикла. Будут альткоины, которые абсолютно взорвутся во время этого цикла. Но когда это произойдет? Это свершится в тот же момент, когда биткоин перейдет в четвертую фазу рынка. Когда же он туда перейдет? Когда он пробьет эту красную линию? Помни, что мы уже встречались с огромным сопротивлением на этой красной линии в 13, 17 и 21. И снова встретились с ней сейчас. Это просто факт на графике. Точно так же, как мы встречались с этим сопротивлением на синей линии в прошлых циклах. Но как только мы ее пробивали, мы переходили в третью фазу рынка, в которой хоть и долго и с трудом, но устанавливали новый исторический пик. И угадай, что впереди нас ожидает только лишь фаза номер 4 для биткоина. Ведь мы уже находимся в третьей. И это та фаза, в которой настоящий, жизнеменяющий альткоин сезон начинается. Это не 2 икса. Этот прорыв биткоина в четвертую фазу обозначает параболический взрыв рынка. Самый параболический. Более параболический, чем фаза номер 1. Чем фаза номер 2. И более параболический, чем фаза номер 3. Этот параболический взрыв фазы номер 4. И стартует альткоин сезон. Ты же понимаешь, что это значит? Это значит, что времени для повторного накопления остается не так уж и много. Так что просто нарисуй этот уровень фиба и следи за ним, как ястреб за своей жертвой. Как только биткоин пробьет эту красную линию, альткоин сезон запустится. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok